окей середины июня в продаже появилась про версия из линейки смартфонов redmi note 9 это redmi note 9 pro как ты мог догадаться и сегодня буду смотреть именно на этот смартфон а еще раньше появилась версия redmi note 9s это средняя версия из линейки redmi note 9 но там к сожалению не было nfc во многом смартфоны но 9s и но 9 pro похожи и сегодня буду рассказывать о том чем вот эта версия старшая будет отличаться от redmi note 9s дизайн и вот тут самое интересное покупать смартфон лучше всего в зеленом цвете потому что именно версия в зеленом цвете получила обновление в дизайне обновился вот модуль камеры и сама задняя панель в этой версии разделена на две части нижняя часть имеет такие диагональные полосы такой вот узор своеобразные в общем то все это дело переливается и вообще зеленый цвет я считаю очень красивый такой изумрудный можно сказать два других цвета модели это белый и серый не имеют изменений в дизайне и выглядят также как ноут 9 с задняя панель смартфона сделано из стекла а вот боковые рамки из пластика что касается сканера отпечатка пальцев то он встроен в кнопку разблокировки экрана и по мне так это самое удобное расположение сканера отпечатка пальцев потому что при таком использовании ты на него вовсе не обращаешь никакого внимания все работает очень автоматически и сканера приложил и кнопку нажал у смартфона большой айпи с экран 6,67 дюйма разрешение 1080 на 2 400 пикселей это full hd и плотность пикселей 395 на дюйм как ты скорее всего знаешь человеческий глаз и плотность пикселей больше 300 на дюйм уже особо не различает то есть к разрешению крана вряд ли получится докопаться она действительно очень высокая соотношение сторон 20 на 9 и вот в таком аккуратном вырезе расположилась фронтальная камера посередине верху и я считаю что в общем то это неплохой формат расположения фронтальной камеры именно вырезе по мне так не важно справа слева либо посередине главное что он кругленький и уже можно будет подобрать какие-то интересные веселые обои которые как-то забавно этот вырез обыграют пройдемся по железу смартфон работает на восьмиядерном qualcomm snapdragon на 720g всех процессом 8 нанометров тактовая частота 2300 мегагерц и за графику отвечает adreno 618 версия операционной системы android 10 и в смартфоне достаточное количество оперативной памяти а именно 6 гигабайт встроенной тоже немало это 128 гигабайт и есть поддержка карт памяти кому будет основной памяти не хватать работать может с двумя наносим причем карта памяти и 2 сим-карты могут работать одновременно в смартфоне раздельные слоты от средней модели в линейке ноут 9 с старшую модель ноут 9 pro отличают как раз таки камеры основная камера по-прежнему состоит из четырех модулей один из которых подрос до 64 мегапикселей три остальных модуля это широкоугольный на 8 мегапикселей макро модуль 5 мегапикселей чтобы фотографировать мелкие детали и датчик глубины 2 мегапикселя для того чтобы размывать фон на портеретах фронтальная камера на 16 мегапикселей меня на полностью устраивает цветопередача неплохая контур на портеретных фотографиях распознает адекватный искусственный интеллект и в общем то есть все для того чтобы делать неплохие селфи в смартфоне мощный аккумулятор это 5020 миллиампер часов и можно смело говорить что его хватит на день использования даже при неадекватном использовании но если мы говорим про стандартный режим про социальные сети про какой-то медиа контент который мы регулярно серфим на своем смартфоне в течение дня то я не хочу загадывать но скорее всего хватит на два дня использования 5000 миллиампер часов потому что это прям нормальный объем ну и для того чтобы подкрепить как-то такой емкий аккумулятор нужно я считаю быстрая зарядка ее конечно же производитель положил в комплект и это на секундочку 33 ватта зарядить смартфон можно через usb-c для любителей проводных наушников оставили mini-jack самое важное и нашумевшее я это уже упоминал в самом начале в смартфоне есть чип nfc для бесконтактной оплаты также в смартфоне есть следующий набор стандартных датчиков это акселерометр гироскоп датчик освещенности инфа красный передатчик но смартфон не получил никакой влагозащиты поговорим о цене стоит такой смартфон в интернет-магазине мтс 849 белорусских рублей ссылка будет конечно же в описании плюс там ты найдешь опцию оформления и покупки телефона в рассрочку это очень удобно всего лишь 39 рублей в месяц это особенно не бьет по карману и ты можешь пользоваться смартфоном уже сразу даже если у тебя на данный момент нет полной суммы для покупки этого телефона если тебе понравился этот ролик поставь ему лайк подпишись на канал в общем-то все атрибуты ютуба ты знаешь я в этом уверен я с тобой не прощаюсь скоро увидимся в новом ролике и Субтитры создавал DimaTorzok